Зал историко-культурного центра всегда бывает полным, когда проходят эти необыкновенные концерты, когда неискаженные микрофоном оперные голоса доходят до самого сердца слушателей. ПЕСНЯ Такие великолепные певцы сегодня были. Вообще проект замечательный, и тем более бюджетный, бесплатный для людей. Поэтому я лично очень благодарна за это, за все. Композитор и методист музыкального направления работы историко-культурного центра Ирина Москаева в сотрудничестве с храмом села Тарычева в лице настоятеля, священника Вячеслава Корниенко и диакона Владимира Бабкова приглашают выступить перед видновчанами вокалистов. Как правило, это лауреаты международных конкурсов. А на этот раз приехал и самый юный. Выступая в Вене, он стал обладателем Гран-при. Это русские картины, это родина моя. Пою я уже шесть лет, а мне всегда хотелось показать людям свое умение, в чем-то выделиться. А так у меня уже с детства был слух, и поэтому я решила заниматься вокалом. В концерте звучали арии из опер, романса, русские народные песни. Андрей Ходин – один из исполнителей. После окончания музыкального училища профессиональным певцом не стал. Он учитель истории. Но заниматься вокалом – по-прежнему его любимое увлечение. Уже не первый год мы приезжаем с моими друзьями, коллегами здесь выступать по приглашению отца Владимира. И каждый раз это такой праздник для нас, для зрителей. Я думаю, приходит много народу. Каждый раз даже вынуждены стоять в проходах. И это на самом деле очень радостно, что люди хотят слышать, хотят это увидеть. Как всегда, идиакон Храма Рождества Пресвятой Богородицы порадовал зрителей своим прекрасным голосом. Безусловно, любовь особенно к русской народной музыке, к русским народным песням. Конечно же, это было как-то у меня всегда еще с детства. А ребята, которые к нам приезжают, они все являются учениками заведующей вокальным отделением музыкальной школы Лемешева. Мы эти концерты даем специально для наших прихожан и для всех жителей Виденской земли. И вот уже на протяжении двух лет мы это делаем. В концерте прозвучал и византийский напев 17 века в честь тысячелетия со дня присутствия русских на Святой горе Афон, исполненный хором Храма. Людмила Медведева, Олег Левитин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.